Раньше в этом месте лежали горы мусора, а теперь здесь готовятся к старту спортсмены. Чтобы оценить новую трассу, в парк Шуклинка приехали бегуны и велосипедисты со всего региона. Мы сделали поляну, отсыпали тут, расставили бетон, бытовки. А сам круг, он по саду, по Яблоневому. Для лыж это протяженность максимальная полтора километра, это с набором высоты. И еще два круга. Один детский, там 300 метров маленький и 800 метров равненный. Алексей Тамкович – один из самых возрастных участников велогонки. В свои 58 лет он первым финишировал в заезде на 9 километров. От трассы остался в восторге. Там дальше есть тропинки в лесу очень сложные, с трамплинами, с дропами, которые уходят вниз, поднимаются извилисты. То есть соревнования любого уровня здесь можно проводить, вплоть до того, что здесь, если инфраструктура будет сделана, все соревнования любого уровня, в том числе и чемпионаты России, и Кубки России, все здесь. И с удовольствием сюда спортсмены будут приезжать и уже приезжали. А это Ярослав Шинаков, победитель забега на десятке. Парень рад, что в регионе появилось еще одно место для любителей активного отдыха. У нас особо места немного, где бегать в таких именно кроссах, хороших дистанций. Это у нас, не знаю, в Макрееве, в Соловиной рощи. А тут хоть что-то новое, что-то интересное. Причем дистанция такая некороткая, длинная и качественно сделана так. Также в парке смогут проводить соревнования по спортивному ориентированию и маутинбайку. Зимой здесь будут состязаться лыжники. Станислав Костиков, Семен Ковтанюк. События дня.